Время Отца и Сына, Святого Духа, Другие братья и сестры, сегодня в день распилы в царской семье умолимся и комученику царю Николаю II и в его густейшей семье. Не знаю, что сказать и о чем помыслить. И только в молчании молясь молясь государю-императору, первонапознанными которого являются все истинные русские православные христиане. И истинные православные христиане церкви русской любят государя-императора Николая II и почитают его, как великомученика, великого ходатара, за себя и свои детей. Чудная служба, написанная в гоне Русской Зарубежной Церкви, и в силу акта о воссоединении Патриархии и Закраничной Церкви двух частей единой поместной церкви русской вооружают духовно всякого, кто в этот день молится и слушает, что поется на ферме. «Верия и вера твоя, святая царинца Александрова, не правит нам заточение, а поговорство сущие, чающие мученическую смерть, и сия плагового есени. Я хочу мученице древней, на смерть идущие, я хочу на праздник, а крыльевшим ум и сердце веры, в нити в жизнь иную духовную уповающую, я же открываю за гробом, на смерть идущие, на праздник придерживаю. «Делом все я, славеса испытавших, ныне святая царственная мученица, радуется с праздниками». Кто в них в друзьях, только такие же простецы и любители Господа Иисуса Христа, его отчество и страдания, смерть, его правда и его блаженство? Ни один любитель компромисса, политик, хитрец, надух не переносит, продолжает клеветать даже тогда, когда они уже прославлены в лиге святых и вместе слов и писали. Дорогие братья и сестры, что еще сказать в этот святой и страшный день, когда совершилось над русской землей наказание Божие, и отнес был удерживающий последний христианский царь от следы помазанной. мы приводим себя на память и размышляем это, хотя каждый день мы это размышляем. О, как, прежде благочестивая земля русская, превратилась в убийц и в отступников, наполнилась изменой, трусостью и обманом, и клеветой добавили, потому что даже патриоты продолжают клеветать на царя. Одни говорят, что он слаб, он должен был подавить бунт, не оглядываясь ни на какую кровь, «Если ты царь, пушит о нем». Другие еще изощрения для вещей, выставляя его каким-то актером и хитрецом, то якобы он не отрекался от своего престола, а подделал подпись и нечто в этом же ключе. О, бесстыдные и бесстыжные, сожженные в совести люди, которые не любят царя таким, каким он был и какой он есть, которые не приемли в силу своей гордыни, его доброты, простоты и кротости, незлобия, доверчивости и слабости по плоти. стремятся его изобразить человеком сильной воли. Но где они это взяли? Населенного Христе. «Сладца в немощи моей, похвалюся, говорит апостол Павел. Меняют ему мифические качества, которые будут иметь сами и которые будут иметь предыдущую активность». Государь совершил ошибку отрекся христовым. Эта ошибка была земного характера, не духовного, безгрешного. И он сам сожалел ему последствия. Когда увидел, что все стало не так, как он думал. Но так как он по совести своей отрекся от престола, принес обжертву свою власть, ради победы на фронте. И чтобы перестал бунт второго врага, он перед Богом в этой ошибке невиновен и чистый. Кроме того, тех, кто на него давил и требовал, и колено преклонено молитв, чтобы он отрекся, тем самым подписав себе смертный прикол в своей семье, пользуясь его огромным доверием и уважением. То, что он уступил их давление, и внял их доводы, поверил их доказательствам, в наших головах, в наших головах, не умоляя государя, напротив того, приближаясь к Нему, во Христе, и делает его весьма близким и дорогим другом, с которым вместе можешь испытывать духовную к нему близость, благодушно смотреть на цинников, хитрецов, политиков, в том числе самой церкви, взявших, как бы, его за руку или держась за его одежду, покрывая его вот этой нервничью и слабостью, говоришь себе, что ты не умнее и не хитрее, и не лучшим, и не дальновиднее, и не проницательнее. Господь в определенный момент скрыл от своего угодника, так Богу было угодно скрыть последствия его отречения. Так и в нашей жизни слово, что Господь от нас скрывает. И мы ошибаемся, но перед Богом чисты, и совесть чиста, хотя ошибка на лицо. Но какая ошибка? Для тех, кто будет клеветать, для тех, кто ищет Бога, но не для того, и не для благонамеренных, которых никогда не смутит это и не поставит вину на тебе ошибку. И Господь даровал такого простеца, великого заступника и ходатая за всю русскую землю. но посмотрите, как мало народу в храме, что эта служба стала какой-то необязательной, искультативной, маргинальной, можно сказать. стыдятся его признавать своим великим другом. Но, однако же, слава Богу за все, и Бог знает, и Государь знает своих друзей. Ему не нужны среди друзей те, которые обманываются и считают его не за того, кем он является. Которым дороже раскультурным, например, чем Государь. Или дороже Иван Кровин, чем Николай II. Или которые считают, что он обманул и семью свою, и народ, когда отрелся. Пускай такие отстанут Государь. Пускай выберут себе другого, и они отстали Государь. Какое-то время повозились и посуетились, и, наконец, отстали. И мы видим, что Государь забыт ни в семинарии, ни в монастырях, ни на приходах, Мы не видим, что мы пели ему окажисты, служили службы, где самое главное и видят того, что проникли в память его собственных, а не чужих ему добродетелей и святостей. не перестают даже те книги, которые 30 лет назад после падения советской власти вышли в свет, например, дневник государя императора, или книги Вера Женьяра, или книга Кобылина государь императора Николая гностическая, обслуживающая миф, переписанная история. В любом книжном магазине на полке ты прочтешь, что Распутин был великий старец, а государь не отвлекался от престола и многое о таком же было. Но государь считал Распутина всего лишь мужиком, добрым мужиком, и любил его простого мужика, не считая его святым. И не более того, и так оно и было. И государь сам не был проницательным и ловким политиком. Он не был ни Иваном Грозным, ни Путиным, ни Эрдоганом, ни Чингисховым. Он был Николаем Вторым. И до сих пор их святые мощи не прославлены. И те, кто поклоняются его святым мощям, украдко в тайне в Петропавловском соборе в Петербурге, а частично они лежат еще неизвестных лет. Боятся своих собратьев, как бы не прослыть, Но не надо бояться. Как государь не боялся прослыть ограниченным армейским полковником, как его убежали. Быть по складу и по духу простым русским барином, благочестивым, старой заказом. И не боялся не заискивать перед интеллигенцией, не заискивать перед прогрессивным духовенством, ни перед кем, ни перед генералитетом. Какое мужество, какая простота, какая истинность, как она греет душу, и каким презрением и отвращением исполняет душу ко всякому вот этому, когда человек вихляет, как уши на сковородке крутится, пытаясь угодить и заискивает даже перед братьями своих. Но государь не заискивал ни одной минуты в своей жизни. и зато он угодил Богу этим-то. И вот мы молимся за себя теперь, потому что поезд ушел и уже не вернешь. И только в себе нужно увидеть вот эту низкую душу, мелкую, которая боится сделать то, что по совести, что совесть припирает. Господь поступил свято по совести. Сказал, нет той жертвы, которую бы я не мог принести прагидорище в любимую мною матушке России. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Память о царственных мучениках в том, что вы будете видеть. Спасибо. Спасибо.